Вот первый раз вижу, как делают техобслуживание на машинке. Вот моя машинка в гараже. Видите, наверху стоит. Как бы так. И вот, вроде бы проверяют всё у неё там. А я уже теперь никуда далеко не ухожу. Смотрю и наблюдаю. Вы знаете, всё как бы и ничего. Вот с моей машиной всё замечательно. Никогда никаких проблем у меня не было с ней. А первый раз мне делали техобслуживание. Сломали спидометр. Второй раз делали техобслуживание на следующий год. Помяли мне багажник сзади. И вот третий раз я приехала. И я теперь стою и всё смотрю, что они делают. Представляете, до чего дошло. Уже боюсь свою машину оставлять. Потому что они вот говорят, ну на год. Ой, на час оставьте. О, господи, стою и думаю, что не то. Оставьте на час. Приходите через час. Всё будет чудесно. Приходите через час, а у меня то там проблема, то здесь. А вообще техобслуживание, они у них делаются в гараже. Стоит, вот, самое дешёвое я нашла 35 фунтов техобслуживание. В прошлом году я заплатила 50. Ещё в позапрошлом первый раз, когда мне ещё и спидометр сломали, я заплатила 56 фунтов за техобслуживание. Вот. Всё по-разному. Ну вот теперь нахожу дешевле, потому что так понимаю, что всё одно и то же. Только где-то ещё и поранили машину мне. Вот. Ну а здесь ещё к тому же вот продаются. У них, как обычно, в гаражах, это называются не салоны, это называются гаражи, где заодно вот проходит техобслуживание машины. Вот здесь можно заправиться, можно машину помыть. То есть все услуги есть, техуслуги. И вот такая цена на машины, если вы видите. Вот 7495 форт. И дальше 6995. Это опель. А я всё, нет-нет, да возвращаюсь к своей машинке. И он там всё, колёса проверяет теперича. Вообще, как я уже сказала, что входит в МОТ, в техобслуживание, что конкретно входит, я понятия не имею, друзья. Должны ли они все жидкости менять там в моторе? Или они должны только проверять какие-то ходовые характеристики? Вот не знаю. Ну а я вам дальше показываю, кому может интересно. Вот Ауди, смотрите, 2014 года. Дизель. 73 тысячи миль у неё пробег. Вот она продаётся. 13 тысяч 995. И вот ФИАТ. Рядышком. Но тут о нём характеристики никакой нет. 4995. Ну а здесь вот автоматы. Автоматы всегда дороже, как вы знаете. Вот Ниссан 2013 года. Автомат. 6495. Чёрный, ё-моё. Чёрный, нет, как-то я не люблю. И потом он вот такой, посмотрите. Грабяра, ё-моё. И почему-то как чёрный, так у него сразу эти стёкла сзади тонированы. Почему тонированные, я не знаю. Вот ещё один вот такой вот. Огромный. Сейчас покажу. Он, это тоже автомат. Это ровер, по-моему. Да, вот автомат. 18 995. А нет. Это Исузу. Какой-то Исузу, я не знаю. Тоже чёрный. Такое впечатление, что братки ездили. А теперь решили продать. Вот дизель 17 995. Вот такой вот внедорожник. Дефендер. Дефендер ландровер. Это, наверное, все ландроверы внедорожники. Вот ещё один ландровер огромный, дизельный. Низкие мили. У него, по-моему, там вообще 11 тысяч миль. Я посмотрела. 18 995. Он 2014 года. Вот такие цены на машины, кто интересуется. Вот ещё один автомат. Низкие мили. Лау-Миллэдж дизел. 13 995. Это Вольво. Вот тоже сейчас покажу вам его. Сзади какой он страшный, огромный. И опять же затемнённый. Стёкла. Вот стёкла затемнённые сзади. Я говорю, что вот написано только 48 тысяч миль у него пробег. Так, один хозяин. Климат-контроль. А, 2009 года Вольво. 7 сидений. Вот я говорю. У меня такое впечатление, что это братки когда-то катались на таких чёрных жутких грабярах. А потом их решили продать. Потому что на черта они нужны такие страшные. Вот БМВ. Смотрите. БМВ, автомат, дизель. Супер, конечно. Вообще, говорят, БМВ в обслуживании очень дорогой. Ну и опять он чёрный. 10-495 стоит он. Друзья, ну чёрный, я не знаю. Мне не нравится. Хотя внутри, видите, белый кожаный салон. Светлый. Вот он 2010 года. 66 тысяч миль пробег. Радио, CD, USB. Климат-контроль. В общем, покупай не хочу. Ну, вы знаете, почему-то странно, но БМВ здесь в Англии не пользуется популярностью. И не считаются такими уж крутыми. Ну и вот маленькие ещё такие машинки. Вот они. ФИАТ. 13-го года. Малюсенький. 5-995. Это уже не автомат. Это обычный. Вот дальше автомат. Автоматы. Бывает дороже, бывает нет. Вот ФИАТ-автомат. 5-995. Такая же цена. Но он, по-моему, старше. Какого года, не знаю. Судя по номеру, 2000 год. Вот вам, пожалуйста, Ситроен. 5-995. Что-то у них они все тут по одной цене стоят. Ситроены вообще не приветствуются. Насколько я знаю. Здесь вообще написано, видите, не надо платить дорожный налог. Вот, друзья, такие тут бывают гаражи. Вот такие бывают цены. Вот Хонда моя любимая. Как вы знаете, Хонду я обожаю. Это, по-моему, 2006 год Хонда. Беленькая супер девочка. 13-995. Ой, красавица какая. Но, опять же, она не автомат, а я только автоматы использую. Вот какой-то мини-копер-дизель. 11-995. Сейчас уже пройду по этому ряду до конца вам покажу. Вот такие гаражи. В Англии, в которых продаются машины. Вот. Кто это у нас? Это Киа. Киа у нас. 5-495. Машинки все красивые, вы видите, блестящие. Краска живая на них. Ничего не поцарапано, не повреждено. Вот 15 тысяч миль пробег у нее. 2013 года. Киа Пиканто. Трехдверная. Вот такие машины, друзья. И вот такие гаражи. Которых обычно покупают. Я свою машину тоже купила в гараже. Кому интересно, как мы покупали мою машину, скину вам внизу ссылочку на видео. А буду дальше ждать, что там с моей машиной. Вот еще последнее нашла. Сейчас вам покажу, как это все делается. Вот. Эти машины привозят в гараж. Они их оценивают сами здесь, служащие этого гаража. Если хочешь продать, они оценивают. Смотрят все, скидывают максимально цену. Вообще. Просто, понимаете, иногда поражаешься, какую цену они ставят. Вот у нас был Хонда Цивик. Мужа до этого не моя, а еще до этого была. 2009 года. Он ее купил за 12 тысяч фунтов. А мы приехали в гараж. Через 5 лет ее оценили за 2,5. Ну, то есть оборзели, конечно. Так вот, потом они с хозяином договариваются. Они ему платят эти деньги сразу. Которые они оценили, если он согласен. И потом они ее завозят вот сюда. Вот в такое вот уютное местечко. Посмотрите. Здесь начинают ее намывать, начищать. Все, в общем, чтобы блестело. Они даже моют вот эти вот колеса, протекторы. Шины. Все внутри. Они ее специальной ваксой начищают. То есть, у меня зять называет это таким словом интересным. Я не рискую его говорить. В общем, чистят, блестят. И потом вывозят на продажу. И уже продают на тысячи и тысячи дешевле. Ой, дороже, то есть. Вот так живут на этом. Ну, и вот этот Пижо. Они сейчас начистили. Наблистили. Если вам видно, он, видите, даже блестит у него. Шина, как будто она новая. А там внутри видно ржавчина. Ну, тем не менее, внешняя такая бросается в глаза. Машинка супер. Вот сейчас продадут по максимальной цене. А купили, наверное. Сбросили, сколько смогли. Ну, вообще, Пижо здесь тоже. Французские марки не приветствуются. Не любят их. Ну, вот и все. Моя машинка прошла техобслуживание. Я ее ходила, караулила, чтобы ее не обидели тут. Вот сейчас ее подъехали. Сейчас меня деньги возьмут. Отдали документы. И поеду. Пока-пока, друзья.